Здравствуйте, меня зовут Ксения. Хочу сказать пару слов про Надю. Очень хочу, чтобы она жила, очень хочу, чтобы ее поскорее выпустили, потому что у нас, конечно, полное бесправие в государстве творится. Российская власть убивает очень смелую женщину, мужественную, патриота Украины, военнослужащего Украины, который был захвачен на территории Украины. Мы очень надеемся, что наша власть, несмотря на все сложности, которые в этом деле, отпустит, наверное, на данный момент самую сильную, самую верную, самую честную женщину, которая ради своей страны готова идти на собственную гибель. Ваша акция незаконна, не согласована с органами исполнителями власти, поэтому я требую ее прекращения. Товарищ подполковник, вопрос, можно? Вам мои требования понятны? В противном случае я буду вынужден принять меры административного воздействия, то бишь задержать вас и доставить территориальные органы внутренних дел. Вопрос, можно? Очень здорово, что вы прогнали своего упыря Януковича. К сожалению, мы пока своего еще не прогнали. Поэтому мы вам искренне завидуем и желаем тебе быть здоровы и помогать Украине. Слава Украине! По какому принципу вяжем? По какому принципу вяжем? Мы наблюдаем перед собой настоящих мужчин, которые побоялись задержать на Октябрьском поле террористов. Куда он поехал? Постановите! Вы его второе отправили? Нет, я родилась в Москве и живу в Москве. Но люблю Украину. И этим уродом никогда не добиться, чтобы мы их возненавидели. На колени встать! На колени встать к тебе, а! Там стоял молодой человек, был один с плакатом. Вокруг него ни одного человека не было с плакатом. Почему? Потому что вы не имеете права ограничивать свободу человека за одиночный пикет. Выпустите, пожалуйста, молодого человека из автозака. Он стоял один с плакатом, больше никого с плакатом не было. Продемонстрировали, на которой стоят несколько человек. Вы не переживайте, так что, что переживаете? А почему вы задержали человека? Почему вот он сейчас сидит в автозаке?